Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Глава Нацбанка Молдовы Октавиан Армашу просил генпрокурора Александра Стоянагла привлечь Вячеслава Платона к ответственности за дачу ложных показаний. Об этом говорится в письме, которое опубликовали СМИ. В прокуратуре утверждают, что ничего не игнорировали, а все полученные от банков сведения проанализируют во время расследования. Издание опубликовало письма главы НБМ Армашу, которое тот написал генпрокурору Стоянагла в ноябре 2020 года. Источники издания утверждают, что Стоянагла проигнорировал это письмо. В письме Армашу просит привлечь Платона к ответственности за дачу ложных показаний и подделку документов. Армашу объяснил это тем, что в 2020 году Платон пожаловался на то, что в 2015 году его лишили акции двух банков – Молдинконбанк и Молдова Агрэндбанк. На основании жалобы Платона прокуроры завели уголовное дело и несколько раз на основании судебных постановлений изымали из НБМ документы, необходимые для расследования. В то же время, отметил Армашу, в 2015 году НБМ просил Платона разъяснить, какой частью этих банков он владеет. По словам Армашу, в 2015 году Платон под свою ответственность заявил, что ему напрямую принадлежит 0,31 Молдинконбанк и еще 3,76 через компанию Jet Business Limited. Также в письме отмечено, что Платон утверждал, что не владел большим числом акций, чем те, о которых сообщил ни прямо ни косвенно. В то же время в письме утверждают, что Нацбанк провел собственную проверку и выяснил, что Платон и еще 18 акционеров Молдинконбанк действуют сообща, управляя большей частью акций банка без ведома НБМ. В генпрокуратуре сообщили, что письмо Армашу передали прокуратуре по борьбе с оргпреступностью и особым делам, которая и вела расследование. В свою очередь, там ответили, что ведут несколько дел о краже миллиарда, в которых фигурирует. В свою очередь, там ответили, что ведут несколько дел о краже миллиарда, в которых фигурируют в том числе администраторы и должностные лица из Нацбанка. Там отметили, что неоднократно получали от банков документы, необходимые для расследования. Таким образом, всю информацию, включая ту, которую в публичном пространстве назвали проигнорированной прокурорами, анализируют в рамках уголовного дела, ее сопоставят с другими данными и оценят. Из-за того, что расследование находится в активной фазе, других деталей не можем сообщить, чтобы не навредить интересам следствия, отметил пресс-секретарь Эмил Гайтур. А отметим, что Буюканский суд удовлетворил ходатайство об аресте бизнесмена Вячеслава Платона и объявил его в розыск. Он не явился на суд по делу о выводе денег из страховых компаний, в котором проходит главным фигурантом. Прокурор Мирандалина Сушицкая потребовала объявить Платона в розыск на заседание 2 августа, и судья удовлетворил эту просьбу 12 августа, увидев, что Платон не вернулся в Молдову в течение 10 дней, предоставленных ему судом. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!